Здравствуйте, друзья! Продолжим наш разговор о древней йоге. Мы беседовали о Бхагавадгите, и я взял и рассмотрел Бхагавадгиту, киту, так я буду называть, первым, потому что Бхагавадгита – универсальная книга в помощь человеку, который занимается медитацией. Давайте я сделаю так. Сперва мы будем говорить о философии Бхагавадгиты, не рассматривая веру, не рассматривая парапсихологию, религию, метафизику, чисто психологически, что делает Бхагавадгита. Я уже говорил, что в бессознательном каждого человека есть погружен страх. Страх того, что мир вокруг нашего «я» является конечным, эфемерным, меняющимся и заканчивающимся. Все заканчивается. Все, что имеет конец, начало, должно иметь свой конец. Таков закон, его не обойти. В других упанишадах, например, говорится, что звезды, планеты – все это уничтожается, все идет к своему уничтожению. Такое видение мира. Это видение они называют сансара. Так вот, в нас, в людях, в каждом человеке, есть особое, такое непреложное самоощущение вечности. Это нас и тревожит, это нас и ввергает в непонимание этой жизни, потому что мы изнутри, в нас, чувствуем что-то вечное. И это вечное никак не может согласиться с невечностью нашего тела, наших друзей, наших родных, мира, всей жизни. Вот если взять психологический портрет человека, который вошел в мир Бхагавадгиты, он борется с этим страхом, о чем говорится в самой Гите, и он как бы идет по жизни более легко. Психологически он, вот этот погруженный в подсознание огромный пузырь страха, да, он оттуда выпускает этот страх постепенно, ежедневно, благодаря медитациям, благодаря самой Гите, самой философии Гиты. Он борется с этим погруженным метафизическим, этим основным неврозом, страхом, недовольностью, бытием, потому что бытие невечно, анитям, эфиверна, заканчивается. Вот это сарва дугхам, сарва анитям, все переживается страдательно, ибо все конечно, вот эта фраза на санскрите, сарва дугхам, сарва анитям, нам встречается как в йога-сутрах, так и у Будды. Вот это лежит в основе Бхагавадгиты. Учитель, ученику говорит, что благодаря тем средствам, которые он ему предлагает, медитациям и своеобразной жизненной позиции, торшане в виде миросозерцания, своеобразному миросозерцанию, человек постепенно освобождается от этого великого страха. Так вот, представьте себе двух людей. У одного часть психики, это обычный человек, у него часть психики полностью занята борьбой с этим погруженным великим страхом, и как бы он, вот часть психики переключена на это. И другой человек, благодаря медитациям, и благодаря вот самовнушению, окунанию себя в этот мир йоги, то, что называют Бхагавадгита сангхей, вот окунанию своего ума в сангхе, человек этими двумя методами, философии и практикой йогой, медитацией, он освобождает часть своей психики, и потом он по жизни идет как бы облегченно. У него больше ума, те части ума, которые у других заняты удерживанием этого страха, у него освобождено, у него нет страха смерти, в той степени, как у других. Поэтому, будь он воином или обычным человеком, не имеет значения, он может лучше исполнять свои обязанности, идти к своим целям. Сейчас я говорю чисто психологически, без дополнения религии. Теперь, о чем нам говорит Бхагавадгита в действительности? Бхагавадгита в действительности нам говорит, что в нас есть некто непроявленный, спящий, изредка дающий о себе знать, некая высшая часть. И благодаря правильной жизни, той, которую рекомендует Гита, правильному отношению к жизни, внешней деятельности и внутренней работе, что есть йога, изучение, размышление и так далее, человек постепенно начинает пробуждать в себе нечто высшее. Вот давайте расскажу древнюю легенду. И в легендах очень красиво иногда бывает сказано, то главное, не теми словами, не прямо, но косвенно, мы понимаем, о чем там идет разговор. Вот такая очень красивая легенда, маленькая птица, океан у нее отнял птенцов, и маленькая птица вознамерилась выпить океан. Она брала там несколько капелек свой клюв, отлетала за гору, куда-то очень далеко, и там выливала. И она начала вот этим заниматься. Ну, невозможная такая задача, но у маленькой птицы была огромная сила воли внутри. Она начала это делать. И сверху, с высоких духовных сфер спустилась легендарная птица Олга, но не имеет значения, сила, что-то из небес, из высших сфер духовности откликнулась на это. И она уже могла испугать океан. Она помогла маленькой птице. Океан испугался, океан вернул, потому что вот эта огромная, гигантская вахана вишну. Вахана – это то, на что летают боги. Вот вахана вишну – это гаруда, такая мифическая птица. Ну, здесь не имеет значения, мы можем сказать, нечто более могущественное, чем маленькая птица. Стало ей помогать. Точно так же Бхагавадгита нам говорит, что мы начинаем путь обычным человеком. Вот я не хочу сказать слово жалким, испуганным. То, что случилось с Арджуной, с учеником в самом начале Бхагавадгиты, это такой образ каждого из нас, каждого человека, осознавшего эту трудность, этого бытия, мира, и начавшего свой путь, начавшего свою деятельность в направлении, в направлении, чтобы что-то изменить. Вот в нас существует эта неудовлетворенность жизнью, духа. И как-то бороться с этой духой помогают йога, медитация, философия, религия, все, что можно назвать самосовершенствование. Так вот, Бхагавадгита нам говорит изменить фокус. То, что было главным и остается главным для всех, то становится фоном для йога, для человека, начавшего путь самосовершенствования. То, что яв для других сон для йога, а то, что для него реальность кажется сном остальным. Ну, это почти такое состояние. Со стороны можно подумать, что человек глубокой задумчивости или просто спит. Медитацию можно делать с закрытыми глазами. И вот эта черта, когда человек вот этот час, который он выкроил из своей жизни, вот он берет и начинает медитацию, вот этот час с полуприкрытыми или закрытыми глазами, в удобной позе, лежа или сидя, не имеет значения. То, что другим может показаться такой тратой времени непонятным, это становится чем-то очень важным и главным, реальным. вот такой подход у Пхагавадгиты. О внешнем мире и нашем месте в этом внешнем мире. Пхагавадгита говорит в терминах кармы, тхармы или долга и вводит понятие карма самскара чакры, о котором я говорил, перехода, действия в игровную запись и потом повторение этого действия, то, что есть карма, мы что-то делаем и это записывается в нас, мы становимся тем, что мы делаем. В Панишадах все время повторяется, что человек есть то, что он думает, становится тем, что он думает. Каждый из нас то место, где мы являемся. в этой вселенной, точка пространства во времени и наши личности. Гита говорит, что наши личности такие же тела, мы в теле и в личности, и все это какая-то некая оболочка. А внутри есть истины, уруша, душа атман, высшая часть души, вот та частичка, которая по любой религии, согласно любой религии, Бог вдохнул в прах и появились живые существа, да мы, человек. Вот, когда он творил человека, согласно Библии, Корану и Торе, все вместе, он сделал его по своему подобию, что это означает, что значит уподобиться Богу. Гита говорит так, вот, благодаря медитациям и размышлениям, ученик должен в себе развить способность отделять от друга сад и асад, сущее, то, что есть реальность в высшем проявлении и несущее, асад, сад и асад, то, что есть и чего нет. Теперь, что это означает? Бог, отразившись в материи, в любой эфирме, вот это то, что я говорил, он вдул, да, что это означает? Что-то пришло соприкосновение с чем-то, так вот, Гита говорит, что нечто высшее, пришло соприкосновение с чем-то более, ну, может быть, не низким, но другим, он называет это, книга называет это природой, прокритий. И уже в третьей главе, вот, когда мы читаем Гиту, там такая фраза, все действия сотворяются гунами прокритий, но Ахамкара думает, что он все это делает. Вот эти три термина, невозможно просто их перевести и не обратить ваше внимание, потому что они очень важны. Что такое прокритий? Согласно Бхагавадгите мы потом перейдем к другим философским направлениям и там посмотрим, что такое классическая сангхия, а здесь мы говорим об эпической сангхии, более древней. Так вот, согласно Бхагавадгите единый Бог, проявляясь в мире, начинает некую градацию. он он сам обволакивает себя вот этой пеленой овиде, незнания, магии. Майя очень важный термин. Майя это фильм, это спектакль. Почему-то когда-то Бог или боги там не имеет значения единственное или множественное число, потому что если даже их два нет, чтобы место, где одно заканчивается и начинается другого, нет никаких атрибутов, поэтому нельзя применять вот эти слова один или множество. Ну, Пуруша, Бог, он обволакивает себя майей иллюзией, йога майя, так еще называется, и иногда это перевозят как высшее волшебство, ну, некой пеленой, он как бы смотрит фильм. Почему мы смотрим фильмы? Мы перевоплощаемся в главного героя, на некоторое время в героев, и этим мы отдыхаем, как бы уходим от скуки, да, древняя мифология, не только индийская, говорит о скуке Бога, например, греческой мифологии, когда боги скучают и они творят людей, вот из-за этой своей скуки, и там потом появляется Прометей, который дарит им, приносит им огонь, этот высший огонь, вот что-то об этом, там тоже об этом говорится, давайте остаемся в философии, останемся в философии Гиты, вот в этих пределах, и посмотрим, какая картина нам рисуется. Души забывают свои прежние инкарнации, и этот фильм их не удовлетворяет, фильм становится тяжелым для восприятия, вот представьте себе маленького ребенка, которого посадили и начали ему крутить серьезные, страшные фильмы ужасы, например, ребенок еще не может себя разграничивать с главным героем, иногда ребенок очень воплощается в этого героя, очень сильно переносит боль, страдания на себя этого героя, вот самоидентификация очень сильная, и ребенок может страдать, но когда он становится большим, мы можем дозировать, мы можем погружаться в эту самоидентификацию главного героя, а потом отстраняться от этого фильма, или вообще поставить на паузу, или вообще на другой фильм, вот примерно такую власть нам предлагает Бхагавадгита и медитация, она нам говорит, что вот этот аппарат, тот, которым мы смотрим эту вселенную, этот аппарат может быть тренируем, как, например, конь или собака, и очень часто такие примеры, возница, который держит в узде своих лошадей и правит колесницей искусно, и мы обычные люди, которые не имеют власти над своими лошадями, и эти лошади носятся сами, или лодка с парусом, и мы не умеем управлять ветром, и лодка носится по океану, по водам, вот, нечто такое с нами в данную секунду с каждым из нас происходит, это называется сансарное бытие, вот, если наши слова 21 века, что такое сансара, вот, это непонятное для запада термин, как может быть непрерывная жизнь быть горем, или трагедией, да, ну, во-первых, сами индусы смотрят по-другому, они не говорят непрерывная жизнь, они говорят непрерывная череда смертей, то есть, каждая жизнь заканчивается очень трагично, и они говорят, что вот повторение этой трагичности является тем, что отравляет это бытие, но можно по-другому существовать, и это другое существование есть предмет обучения, вот, это есть то, чему обучает учитель ученика, ученик спрашивает, вот, как познать такого человека, который впал это высшее состояние, оно называется самадхи, самадхи или нирвана, очень часто угадите эти слова, это специфическое ментальное состояние, недоступное обычным людям, но возможное для достижения, ибо прагрити от психика, материя, в любой форме, психика, тоже материя, очень тонкой форме, форме, вот, философия бхагавадгиты нам говорит, что психика состоит из трех качеств, трех гун, трех волокон, как и внешний мир, так и психика, поэтому психика может воспринимать внешний мир, у них есть точки соприкосновения, эти точки соприкосновения, это, они называют гуны, они, эти философы, все разделяют на три гуны, поэтому обойти момент гун, философии йоги, невозможно, давайте очень коротко я коснусь, вот, всякая вещь состоит из формы, то есть сути, что она есть, из формы, то есть материи, и некой энергии, которая приняла эту форму, которая была вкачана в эту материю, чтобы она приняла эту форму, вот, если очень грубо, и в нашей психике тоже есть сатва, называется ясность, смысл, энергия, раджас называется, вторая гуна, и тамас, масса, в нашем теле есть масса, энергия и само тело, то, как она функционирует, вот, это сатва раджас и тамас, гита говорит, философия гита говорит, что в каждом человеке эти три гуны постоянно сменяют друг друга, почему я начал о гунах, нам не интересно философское точное определение, что такое гуны, ни Радха Кришна этого не знает, никто этого не знает, сами они признаются в своих книгах, что очень трудно уловить, что такое гуны, скажу почему, вот у меня есть ответ, потому что наш ум, наши слова, и там ментальная способность обликать слова, само вот это состоит из гун, само это часть прокрити, прокрити это то, что в своем тонком виде выступает как психика, а в грубом как вот рука или этот микрофон, прокрити есть все, нас интересует, я, во-первых, психолог, дипломированный, но в данную секунду я психологически, психологическое значение, гун, хочу перед вами открыть, это не так сильно уловили другие комментаторы, гита нам говорит, что можно освободиться, психику освободить от этих трех гун, трех качеств, которые попеременно все время сменяют друг друга, то наступает период тамаса, то есть сильна масса, психически это выражено как сон, дремота, когда нет мыслей, когда мы очень много съели и мы превратились вот в это дополнение к своему желудку, понимаете, вот это состояние полного ныряния в материю, вот это называется тамас, раджас наоборот, когда в мозгу сильные волны, страсть, страх, ярость, любые сильные волны, когда человек что-то делает, он может делать что-то даже хорошее, но со страстью, и это просто гунна раджас, энергия, и третье, гунна сатва, чистота, когда остальные две гуны уравновешены, тогда наступает время сатвы, сатва это чистота, это просветление, это чистый ум, когда он спокоен в гармонии, и может охватить некий предмет, и думать об этом, и ему не мешает ни тело, ни энергия, когда все уравновешено, вот йогу, гитры, чтобы перейти от философии конкретным как бы не советом, а уроком, который я в жизни вот думая, размышляя, перечитывая, то, что я нашел, и сейчас вам я хочу дать один из таких я не знаю, мыслей, это важно, вот в этом мысле, остальное есть в гите, просто нужно это увидеть в таком ракурсе, гита говорит, что каждый человек подвержен этим гунам, и когда наступает сату, он все понимает, вот он читает Библию, например, он христианин, или он индус, и он читает что-то другое, бхагавадгиту, или мусульманин, и он читает карам, в тот момент все понятно, он на том уровне, на каком для него это возможно, он уравновесил массу и энергию, тамас и раджас, вот эти остальные два гуны, и у него наступает прозрение, мини-просветление, все для него понятно, в этот момент, в этот момент, кита говорит, в нем главенствует сатва, но приходит, идет время, и одну гуну, главенство одной гуны, сменяет главенство другой гуны, другой гуны, появляется время, назовем так, время раджаса, все, у него или страсти, или страхи, или гнев, отняли, это безупречное видение, такое просветленное видение, и он или она, ну, этот человек, он в паривой страсти, страха, все, это явление называется гуна раджас, потом приходит время тамаса, и он почти засыпает, или сидит с открытыми глазами, но из того понимания, что было до этого, пару часов назад, уже ничего не остается, Кита говорит, что все люди привязываются к сатве, иногда кто-то привязывается к раджасу, если он к шатре, у него он такой покоритель или бизнесмен, если ему нужна энергия, он все время пытается быть в этой раджастической подгунной раджас, энергии, если он так просто проводит время под пиво, он опущен в тело, и он кемарит, так, по-моему, это слово называется, ну, он в этом полудреме, это тамас, это не полный сон, во время сна, ну, сон, это что-то еще другое, здесь самосознание остается, человек бодрствует, просто он вот перед своим ментальным экраном все время сам себя ощущает тремя разными существами, один просветленный, другой энергичен, и третий опущен в массу, опущен в материю, он тремлет, он что-то ест, он прикован к материи, так вот, Гита говорит, что этот механизм нужно знать, если знать этот механизм и иметь такое отношение, йогин говорит, гуны вращаются в гунах, то есть, он себя как бы отделяет от этого процесса и становится ментальным наблюдателем, свидетелем, согласно Бхагавадгите, вот по всему дню своему нужно пронести вот это первые 20 минут или может быть у вас час, вот все начинается с медитации, да, вот медитация это полная сатва, человек как-то старается уравновесить раджас тамас и остаться в модусе сатвы, вот этой прозрачности, просветленности, потом за через несколько часов день и вот социальная вот эта действительность втягивают его или даже если бы этого не было и он был в монастыре, все равно наступает период раджаса и период тамаса, так вот гида говорит, что просто это нужно понимать, что такой механизм и ждать и сатва снова придет, все это все время сменяется, вот эти три гуны, гуны вращаются в гунах, это как бы такая мантра, такое самовнушение для вот того видения, про которое я говорю, кшипра паринами, такой санскритский термин, быстро меняющийся, наше сознание, наша психика, быстро меняющаяся, согласно Бхагавадгите, но и наше тело меняется, в детстве мы вообще другие, потом мы другие, и это тело меняется радикально, абсолютно, вот между стариком и двухлетним ребенком, ну, очень мало чего-то такого общего, но это все равно наше детство, и наша юность, и наша взрослость, и будет нашей старостью, это субъект мы всего этого, вот тело меняется вот так, в течение нескольких лет, да, многих лет, а психика кшипра паринами, быстро меняющаяся, психика меняется несколько раз на день, много раз, согласно этим гунам, вот эти три волокна ткут нашу личность, один в нем просветленный, другой энергетический человек, личность, а третья масса, человек опущенный в массу, так прикованный к этой массе, вся философия йоги и гиты в том числе, если очень по-простому это освобождение от массы, как-то нужно освободиться от прикованности вот к этим всем трем гунам вместе, потому что гун не бывает, вот эта философия говорит по отдельности, это единая природа, единое прокрытие, материя, она выступает так, что мы переживаем ее, видя вот эти три волокна и этими тремя гунами все сплетено, все мироздание и гита говорит, что тут вот в этот момент во время медитации нужно отделить себя от этих гун, увидеть себя немножко сверху, что это такое и как это нужно реализовать, если перейти к практике. там совет такой, не нужно желать определенной гуны и не нужно горевать или ну тосковать, когда эта гуна уходит, когда она оставляет психику, нужно понимать, что проявление нас, вот наша психика, в данном случае я, вато, да, я являюсь чем-то чем-то проявленным в этой материи, в этой материи с другой буквы, в этой прокрытии, сама эта прокрытия, часть вато, часть меня, это прокрытие, которое видоизменило себя, вот, как эта рука, как мой глаз, или внутри, как моя личность, они называют все это материи, психика тоже материя, на любом уровне, сейчас мы пройдемся по этой лестнице, я бы назвал лестница на небеса, лестница ввысь, вот, как смотрит кита на это, она говорит, что существует низшая природа Бога и высшая природа Бога, как бы Бог, который потом окутал себя это йога майи неким волшебством и вдруг он увидел себя конечным малым существом в каком-то физическом теле с ограниченными годами, вот он родился, он живет и он полностью перевоплощен в это и когда если через какие-то там инкарнации, может быть много инкарнаций, наступает момент пробуждения, вот когда этот обычный человек вдруг в себе обнаруживает это высшее и постепенно он перестает быть этим маленьким обычным человеком, перевоплощаясь, то есть вспоминая себя в это высшее, вот это есть то наслаждение, для которого все это сотворено, я не знаю, это теория криды, я читал очень много теории, вообще как мы ограниченные маленькие существа люди можем размышлять о том, что явилось причиной вот мироздания, зачем это творение было сотворено, но мне очень понравилась теория криды, вот посмотрите на ребенка, почему ребенок играет, и с какой серьезностью, Нитча, по-моему, говорил, с какой серьезностью маленький ребенок играет, вот эта игра, все для него, в этот момент, это есть проявление того творения, Бога, который, вот они говорят, что это существо высшее, это душа, почему-то захотела, и вот все это появилось, и оно выглянуло из каждой пары глаз, вот это есть философия Абхагавадгиты, и говорит Гита, что как бы высшая цель бытия это вспоминание самого себя, спрос этой пелены с глаз, и в этом нам помогает, кто вот тот изначальный Бог, который все вот этот подземный лабиринт создал, и себя поместил в этом лабиринте, и забыл, кем он является, вот он оставил для себя путь ариадный, нить, по которой можно найти вот выход из лабиринта, какие-то крошки, по которым можно пойти, Бог ходит с нами, с людьми в соприкосновение, двумя путями, один Бхагавадгита называет аватар, учитель говорит, что когда очень трудно становится человечеству, человечеству воплощается Бог, приходит в виде человека, и он исправляет то учение, которое рассыпалось, учение все время существует, вот этот лабиринт, этот нить ариадный, да, эти крошки, они всегда существуют, просто из-за времени постепенно люди теряют, кто-то что-то там другую нить делает, кто-то другие крошки там выбрасывает, и это все теряется, когда теряется знание, сверху приходит Бог, он воплощается в человеке, по-моему, это очень такая хорошая, хороший подход для христианина, когда он читает Гиту, Гиту можно читать абсолютно без секстанства, там нет никакой привязки к определенным именам или формам, Гита говорит, что высший Бог дает вот свою благодать любому человеку, который обращается к нему, не имеет значения, через какие формы к нему обращаются, потому что людей много, и каждый в какой-то форме обращается к Богу, и Бог откликается на все искренние ритуалы. Гита нам говорит, что лучше всякой Гита нас освобождает от условностей, от ритуалов. Существуют люди, которые верят в Бога, мысли которых и дела, то есть ритуалы, это сатва, там больше сатвы. Такие люди знают, что если Богу от нас что-то нужно, нужно, чтобы мы самосовершенствовались и делали добро другим существам, видели Бога в других существах. Это говорил Христос. Христос говорил возлюби Господа своего и возлюби ближнего своего. Все вот это сатвическое понимание и отношение к истине. Раджас это другие люди, которые для них религия больше магия. Они стремятся к чему-то и они что-то хотят взамен. А про Тамас Кита говорит, что существуют такие, даже в то время существовали такие очень приземленные люди, которые занимаются каким-то кошмаром, убийствами во имя религии. Ну, это самые такие примитивные культы, но все-таки это все равно там есть этот момент религии. И Кита говорит, вот я начал с этого. Кита освобождает от условностей. Кита говорит, что за всем этим, за всеми религиозными ритуалами можно увидеть единого высшего Бога, который приходит к людям через разных таких аватара, они называют. Он просто приходит в физическое тело. И все ждут. Даже в сегодняшней реальности ждут буддисты пришествия Будды. Христиане ждем второе пришествие христиан. Зараастрецы ждут, что придет Зараастр. Одним словом, вот это приходил и придет снова, это и есть значение аватара, когда очень трудно в мире Бог приходит, приземляется, воплощается в человека. Это один путь, по которым мы можем войти в соприкосновение с этим Высшим. И второе, это Высшее, которое в нас. Вот эти две пути, об этом говорится в Гите. Второй путь, это медитация, интроспетия, они друг друга не исключают. Это пути вспоминания, а не пути передвижения. Так что можно идти по этим всем путям вместе. Наверное, на этой беседе мы просто не успеваем говорить о всех тех йогах, которые потом уже начали существовать как отдельно. Раджа-йога, бхакти-йога, карма-йога, мы все слышали, или читали, мы все знаем, что существуют как бы эти направления. Вот я хотел сказать, что это марги. Марга это путь. Раджа-марга, чнана-марга, все это началось с бхагавадгиты. Сперва, до этого это очень незаметно было в панишадах, поэтому бхагавадгита является источником вот этого подхода. Эти пути нужно человеку практиковать в синтезе. Вот это пути не передвижения, а вспоминания. Вот представьте так, поэтому по ним можно идти параллельно и совмещать карма-маргу и чнана-маргу, то есть мы что-то делаем в жизни и то, что мы делаем, об этом мы поговорим в следующий раз. Я думаю, на этом сегодня хватит, потому что много информации до следующего раза. в следующий раз. В следующий раз. Продолжение следует...